Друзья, всем привет, с вами Серега. Сегодня у меня инсайты по книге «Тонкое искусство пофигизма». Выделим 5 правил, которые нужно применить просто-напросто каждый день. И вам, черным по белому, делать заметки, иначе это все будет зазаря. Сейчас такое наступило время, что люди ищут что? Легкого. Легкого, простого, доступного. Три способы, как накачаться, три способы, как похудеть, три способы, как заработать миллион долларов. Дайте мне простые способы легкие, как я должен это все получить. Мы думаем всегда позитивно, забывая, что позитив нужно ставить в конце. Сначала мы ставим негативный опыт, а потом идет позитивный опыт. Именно негативный опыт является источником энергии, а не наоборот. И, конечно, в конце мы получим на выходе победу, результат, чувство удовлетворенности. Если мы возьмем позитивную психологию, то она лежит с утра. Она дает тебе настрой, она дает тебе заряд эмоций, заряд уверенности, заряд бодрости. А также она дает тебе ясную голову для того, чтобы ты позитивно мыслил, генерировал какие-то идеи, и тебе хотелось действовать. Удобный пример можно привести с отпуском на море, где-то за границей. Когда мы встаем с самого утра, мы заряжаемся позитивом, как такими детскими эмоциями. Вау, класс, я на отдыхе. Ты там встаешь, утром идешь, купаешься в бассейне, потом идешь завтракаешь, и потом ты идешь на какие-то разные экскурсии. Вы где-то катаетесь по морю, где-то какие-то места заезжаете. Пойти покататься на велосипеде, на скутере, снять машину на прокат, покупаться в море, что-то на ужин потом пойти в какой-то ресторан-кафешку, погулять по набережной красивой и так далее. Мы изначально заряжаемся позитивом для того, чтобы действовать, чтобы проходить вот эти трудности. Потому что даже на отдыхе эти все моменты, они тоже не сильно простые, потому что жара, дискомфорт, не хочется ничего делать, потому что это отпуск, сходится лишний раз поспать, пожрать, побездельничать, но ты создаешь эти события активные для того, чтобы закрепить как результат. То есть позитив мы ставим вначале для того, чтобы начать делать, потом мы преодолеваем какие-то трудности, и на выходе мы получаем еще больше удовольствия. Мы устали, конечно, но мы получили вот это удовольствие, и мы этим наслаждаемся. Идет заряд, мысленный позитив, потом идет негативный опыт, и на выходе позитивный опыт. Вот такая вот схема. Потому что есть такая фраза, какой твой идеальный день? Да, вот опиши свой идеальный день. И как правило, то, что я писал за курорт, это будет в твоей жизни так же самое. Ты настраиваешься с утра позитивно, и потом ты создаешь события в своей жизни, чем я займусь, чтобы этот день был максимально насыщенным, максимально продуктивным. Он будет не в работе, он будет в ключе в свои какие-то хобби, дел, увлечения. Но ты не будешь бездельничать, ты не будешь пассивным, спать, лежать, телек смотреть. Нет, это не идеальный день, это обычный день, обычный выходной. А вот твой идеальный день будет заключаться в трудностях. И поэтому вывод всегда, что все есть трудности. И хочешь быть счастливым? Напрягайся. После того, как мы начинаем действовать, трудиться, мы сталкиваемся с первыми проблемами. Потому что, когда мы начинаем действовать, мы всегда сталкиваемся с какими-то трудностями, с какими-то проблемами, и вообще разного рода всегда какие-то ямы, скажем так. Всегда есть ямы. И как эти ямы преодолевать? Очень просто. Все эти ямы, которые происходят у нас, они происходят у всех. Мы не особенные, мы не исключительные. Все, что происходит со мной, происходит, либо происходило когда-то с кем-то. Это все преодолимо. Да, это больно, это неприятно, это ла-ла-ла-ла-ла-ла, но это все преодолимо. А главное, мы в себе отключаем два режима. Жертва и отрицание. Отрицание. Мы убегаем от реальности. И жертву мы виним других в своих проблемах. Самое важное из подобных вот этих проблем, не нужно делать из мухи слона. Это все проходили, проходят и бум, проходить. Не убегать от проблем, не винить кого-то. Один раз эти все проблемы решать подобные, их очень много. Они каждый день у всех есть. Уметь это все сглаживать, закрывать глаза, быть выше этого всего. Не воспринимать это всерьез, не воспринимать это к себе буквально. Завтра мы уже не вспомним то, что было вчера. Занижаем значимость. Ничего высокого в этой фигне нет. Не говоря уже за то, что нужно занижать значимость собственной судьбы даже. Что вот у меня вот все должно быть по жизни гладко. Что у меня все должно получиться. Что вот я это все буду иметь. Со мной может случиться что угодно. Я могу ничего не достичь. Я могу ничего не иметь. Мы действуем, мы стараемся, мы полностью продуктивно все создаем. Но мы занижаем значимость своего пути. Что вот из-за того, что мы верим, что у нас на себе должно быть все классно. Потому что мы типа такие классные. Мы и опустошаемся в силу того, что мы быстро не достигаем той или иной победы. То есть это не те вещи, за которые мы вообще должны думать, переживать, париться, напрягаться. Сроки, а когда, а почему этого нет еще. А потом впоследствии из-за этого выходящего, конечно, мы негативим, что я не такой, я не то делаю. У меня то не так, то не так, то не так. Сейчас мир капитализма проник полностью в умы каждого человека. И он навязывает одну лишь идею, что мы должны получить больше, 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 всего больше. Что наша значимость, наш комфорт, наше удовольствие будет лежать в том, когда мы всегда будем что-то больше иметь. Нам хорошо продают идеи о том, что деньги помогут нам избежать многих проблем. Не понимая, что на самом деле деньги, большой достаток, большая роскошь, нам должны позволять закрывать еще большие победы, еще больше позиций того, что я могу сделать, к чему я могу прийти. Кто достиг любого материального успеха, он это получил как следствие. А не потому, что он стремился быть богатым, быть успешным. Всегда нужно понимать, что это всегда есть все следствие. А не сама цель. А также многие забывают, все то, что мы имеем материально, оно все приедает. Никогда материальная вещь нас не наполнена как сосуд и не будет нас постоянно радовать и не сделает нас счастливыми. Все нам приедается. Первая страна путешествия, либо сотая страна путешествия. Телефон первый, либо телефон уже десятый. Все, что идет вот так больше, 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 нам еще меньше хочется этим довольствоваться. Потому что для нас это уже ничего особенного. Машины, квартиры и так далее, это все будет приедаться. Поначалу, да, мы будем чувствовать себя необычными, потому что как бы наша значимость в нашем социуме будет выше других. Но потом, когда мы перестанем играть в гонку социального доминирования, кому-то что доказывать, либо перед кем-то кичеса вот эту гениль свою показывать, что я, мол, такой классный, ты такой лох. Мы поймем, что вот эта вся роскошь, ценность, это все пустое. А ведь каждый сможет ответить, откуда взялась эта ценность стремиться к роскоши. Не к здоровью, не к путешествиям, не к классам, а к лайфстайлу, а именно вот к роскоши. Деньги, 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 бизнес, бизнес, бизнес. Следующий вытекающий маркер из-за того, что негодаться за материальным успехом, выходит, чтобы мы не старались нашу значимость определять результатами, либо победами других людей. Вот я буду чувствовать себя счастливым, комфортно и жизнерадостно, когда я буду жить лучше, чем кто-то другой. То есть не жить вот этой метрикой. Изначально, чтобы снять себя с ручника, это идеальный способ, как мотивация. Такая, доказать, что я смогу и так далее. Это вначале хорошо, чтобы, как говорится, поезд тронулся. Но дальше оно не должно мотивировать, либо лежать как ценность, как задача, чтобы мне уже доказать. Я буду чувствовать себя прекрасно и комфортно, когда я ему, я буду лучше, чем свои одноклассники, одногруппники, сотрудники и так далее. То есть он там либо больше зарабатывает, либо у него лучшая должность, вот мне уже доказать. И тогда я буду чувствовать себя комфортно. Это неправильные ценности, это плохие внутренние вообще мысли, от которых нужно избавляться. Ибо все и так знают, что самая лучшая победа – это работа над собой. Всегда будут люди, которые будут богаче, круче, успешнее, с самого рождения. Но если ты преодолеваешь свои трудности, свои страхи, прокачиваешь свои навыки, свои умения, каждый день, каждую неделю ты и другой, каждый месяц у тебя что-то новое, и ты прокачиваешься, что-то новое добавляешь, в этом есть смысл. В этом есть смысл внутреннего роста, внутреннего комфорта, внутренней радости, когда ты удовлетворяешь себя вот этими маленькими победами. Потому что если мы возьмем такой момент, чтобы быть круче кого-то, это будет означать, что когда-то мы остановимся. Ибо это есть точка. А так ты всю жизнь, всю жизнь, даже на пенсии ты должен прокачиваться, что-то изучать, какие-то навыки, какие-то умения, какие-то знания. Постоянно всю жизнь мы ученики, всю жизнь мы должны учиться и работать над собой. Всю жизнь. Вот главная ценность. И на выходе мы получаем то, что мы берем ответственность полностью за себя, за все. За то, как мы думаем, за то, что мы думаем, за ту информацию, которую мы защищаем, за то, что мы своего рта выдаем, за те действия, которые мы совершаем по отношению к себе, к людям, к окружающим. Мы не снимаем с себя ответственность, но мы и не берем выше своей ответственности, что из-за меня вот ее воли, или из-за меня ее то, из-за меня это случилось, из-за меня вот если бы не я, вот если бы я не сказал, вот если бы я не посоветовал. Каждый человек живет своей жизнью, каждый человек берет ответственность за себя, за свои действия. Мы же берем только за себя. Ведь именно вот эта ответственность по отношению к себе формирует наши две качества – быть целеустремленным и быть дисциплинированным. эти две вещи которые очень важны и тогда тебе ничего не сломит не сокрушит не сдвинет не выбить из колеи я закончил с вами был серега увидимся в следующих видео 4 действия не забываем пока а